ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это может быть какая-то американская страва? Да, замолчи, пожалуйста, и поставь чайник. Доброе, я отрублю. А я расскажу, из чего мы будем готовить леденцы. Возьмите сахар, воду, лимонную кислоту, соду, желтый и фиолетовый гелевые красители и 10 деревянных шпажек. Сначала приготовим инвертный сироп. Чего? Можете найти на величке питание, Миша. Сколько раз в жизни ты готовил инвертный сироп? Ни разу. Все бывает когда-нибудь в первый раз. Инвертный сироп, если говорить по-простому, это раствор воды с сахаром, который мы будем нагревать вместе с лимонной кислотой. Кислота расщепит сахарозу на фруктозу и глюкозу. И мы получим сироп... Глаза так становятся больше и больше. Ну, в общем, суть такова, что мы получим сироп, который не кристаллизуется. Опа! Берем кастрюльку с толстым дном, наливаем 300 миллилитров кипятка, насыпаем сюда 3,5 стакана сахара, ставим на огонь, доводим до кипения. Сироп закипел, мы уменьшаем огонь до минимума и добавляем пол чайной ложки лимонной кислоты. Накрываем крышкой и варим сироп на слабом огне еще 25 минут. Сироп проварили, теперь проверим его на готовность. Сделаем пробу на тонкую нить. Снимаем крышечку, набираем в пиалку холодной воды. Нужно зачерпнуть чуть-чуть сиропа, опустить ложку в холодную воду. И между двумя пальцами Тонкая ниточка, да. Эксперимент называется на тоненьку нить. Так вот как у человека-паука все получается. Если нить не рвется, значит все готово. Если рвется, проварите еще немножко. Мы можем теперь нейтрализовать кислоту содой. В половине столовой ложки воды растворяем четверть чайной ложки соды и добавляем сироп. Перемешиваем. Лиза, Лиза, тут что-то происходит. Лиза! Все, вы все испортили. В смысле? Лиза, что происходит? Все в порядке. Это произошла реакция. Так и должно быть. На сиропе появляется пена. Перемешали сироп лопаткой или ложкой и оставляем на некоторое время. Пена должна осесть. Сироп стать более прозрачным. Прошли 15 минут, пена осела, и мы можем приступать к приготовлению карамели. Она у нас будет двух цветов, поэтому возьмем два сотейника. В каждый сотейник наливаем по 70 миллилитров воды. Добавляем в каждый сотейник по 8 столовых ложек сахара. Ставим оба сотейника на огонь и добавляем в каждый по 5 столовых ложек инвертного сиропа. Нагреваем до растворения сахара. Перемешивать не нужно. Температура должна подняться до 160-165 градусов. А как, я это пальцем буду проверять? Нет, нет, карамель станет светло-коричневого цвета. Карамель еще готовится. Мы должны все подготовить для работы с ней, потому что карамель пластичная в горячем состоянии. Как только она остывает, она крошится и ломается. Мы добавлять будем два разных красителя. Можно использовать гелевые, можно использовать порошок. Важно, чтобы краситель был термостабильный, то есть выдерживал высокие температуры. Возьмем два силиконовых коврика. А это что зараз будет? Тканевые вот такие перчаточки, хлопчатобумажные. И чтобы карамель не липла, поверх наденем еще вот такие перчатки. У Коли Тищенко забрала, да? Да, я только хотел сказать. Надю, мы приехали до тебя переверять твою кухню. Я Микола Тищенко. А я Михаил Присяжнюк. И проверять будем везде. Подай, пожалуйста, краситель. Мне сиреневый, а вам тогда желтенький. Карамель золотистого цвета. Я снимаю ее с огня. Добавляю краситель. По пять капель красителя в каждый сотейник. Перемешиваем. Ух ты, цвет какой, смотри. Красивый. Выливаем карамель. Я сейчас ее чуть охлаждаю. Давай, я так можу. Похвастаюсь вам. Я делала на чемпионате во Франции из карамели полутораметровую скульптуру. Я бачу. И основные цвета этой карамели был сиреневый и желтый. Круто. Это была огромная рамка такая, из которой был как в 3D цветок. Цветочек. Вот так берем карамель, вытягиваем и складываем. Чем больше ты вытягиваешь и складываешь, тем карамель красивее. Блеск в ней появляется. Видишь? Миша, давай, сделай. Миша, так просто одним рухом. Давай. Вот так. И снова. Еще раз. Она сейчас очень быстро будет охлаждаться, поэтому работаем. Быстро. Быстренько, да. Разрежем напополам. Эту пока. Ну мы за. Давай. Раскатайте, пожалуйста, ее максимально, ну где-то диаметром полсантиметра. Раскатай одну и вторую. Швидше, швидше, Миша. Миша, как справа. Ай, ничего, раскатываю. Ничего, доброе. Какие планы на вечер? Да, я думаю, здесь буду. Доброе, я так уж. Мы берем две карамельные колбаски. Скручиваем вот так. Боже, смотри, какую красоту она делает. Это же значит, как косичка. Не смотри, а делай быстренько, делайте то же самое. Держи одну. Миша, а давай, 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 давай. Растягиваем. У нас зараз все выйдет. Давай не поспешать. Давай. И вот так сворачиваем. Делаем такую улиточку. И хвостик улиточки прокалываем шпажкой. Вот у нас получился такой леденец. Слушай, Лизонька, я видел, конечно, такие конфеты и не раз в магазине. Я не представлял, что такое можно дома сделать. Жень, смотри, как он садится. Я в шоссе. Точно так же доделаем остальные леденцы. Если у вас уже охладилась карамель, на пару секунд микроволновка на этом же силиконовом коврике. И все будет хорошо. Видите, легко, просто и очень красиво. Слушай, я никогда не любил карамели, но это такая вкусная. Я всегда не очень за, чтобы дети ели много сладкого. Тем более, когда это покупное. Но когда ты делаешь это дома, ты знаешь, из чего, знаешь, как. Вот это действительно круто. Ну, вот такой вот красивый подарочек у нас получился. Очень красиво получилось. Красиво, богато и очень необычно. Я не знаю, что может реально превзойти этот подарок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова